МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Чистякова Лилия Алексеевна. Я руководитель кружка «Страна мастеров» в клубе «Октябрь» в централизованной клубной системе. Сегодня мы покажем вам мастер-класс нанесения рисунка на салфетку и футболку в технике Эбро. Со мной моя ученица, моя мастерица, моя правая рука Карина. Здравствуйте! Итак, Карин, с чего же мы начнем? У нас за окошком зима. Ну, для зимы какие характерные цвета ты возьмешь? Синий, губой, белый. Угу, отлично, Карина, здорово. Итак, для чего же нам, что же нам понадобится сегодня? Нам понадобится кисть веерообразной формы, нам понадобятся палочки, краски для техники Эбро, краски специальные, гуашь и акварель не подойдут. Нам, самое главное, что нам понадобится вода с загустителем для техники Эбро. Итак, приступим, Карин? Да. Для начала нам нужно с тобой сделать фон. Мы берем с Кариной кисти веерообразной формы, кунаем в краску и легким постукиванием А в другую руку мы наносим фон на нашу поверхность водную. Растворяясь, краска растекается, образуя легкий слой. Впервые слово Эбро появилось в Османской империи. Из персидского языка обру переводится так об, вода, ру, на. Это рисование на воде. Итак, мы с тобой, Карин, берем голубой и синий цвет. Соответственно, у нас яма за окошком. Мы с тобой его постепенно наносим. Какой у тебя рисунок будет, Карин? Дерево с рябиной. Угу. Здорово. У тебя будут ягодки, рябина, да, на дереве? Да. Медленно-медленно мы с тобой легким постукиваем. Наносим фон. Отлично. Я сделаю зимний вечер в лесу со звездами и луной. Итак, мы с тобой берем салфетку обязательно сухую. Давай, держи. Давай, бери сама, хорошо? Отлично. Итак, с него что начнешь? Я буду рисовать дерево. Так, с дерева, хорошо. А цвет какой возьмешь? Коричневый. Коричневый, отлично. Но не забудьте, для того, чтобы, если будет лишняя краска у тебя на палочке, мы ее постепенно промакиваем, да? Да. Для того, чтобы не было у нас на воде больших кругов, соответственно. Так как у меня лес, я возьму зеленую краску. Окунаем палочку в зеленую краску и степенно, медленно начинаем касаться воды. Когда касаемся воды, у нас начинает растекаться капелька. Для того, чтобы нарисовать несколько фиолочек, мы должны капнуть несколько капель поочередно снизу вверх. Парень, не забывай, что у дерева есть веточки, соответственно. Чем дольше ты держишь палочку в воде, она начинает капелька становится больше. Для того, чтобы нарисовать елочки из капелек, мы должны капельки развести в разные стороны. Соответственно, я начну слева направо, в одну сторону, и в другую. Ну, и в другую. После того, как каждый раз ты окунаешь палочку в воду, ее нужно промакивать в сухую салфетку. Для того, чтобы не было в твоей краске коричневой таких синих ярких пятен. Соответственно, потираешь палочку, да? Да. Я начинаю все растекать, соответственно. Хорошо. Так. Ну, мой лес почти уже готов. Как твое дерево, Карина? Я закончила дерево, приступаю к рябине. Угу. Рябина будет у тебя настоящая красная или, может быть, какую-то декоративную ты сделаешь? Я сделаю красную. Красную, да? Как настоящие ягодки. Только не забывай, что если у тебя на палочке появляется лишняя окраска, ты ее промакиваешь, а твою салфетку. Угу. Я добавлю лес свой и еще елочек. Угу. Продолжение следует... Как твоя рябина, Карина? Карина, рябина. Я ее почти закончила. Не забывай, что палочку мы только касаемся поверхности палочки, соответственно, чтобы краска у нас растекалась. Но чем ниже ты начинаешь опускать палочку, соответственно, краска может просто осесть вниз. Помнишь об этом? Да. Хорошо, продолжаем. Я уже начинаю рисовать звезды. А я сугробы. Для того, чтобы сделать звезды на моей работе, я из середины капель желтого цвета развожу капельки в разные стороны. Наверх и вниз. И вправо, и влево. Как твои сугробы, Карина? Я их закончила. Почти готовы, да? Да. Хорошо, ты смотри, ты можешь еще добавить немножечко сугробов, побольше снега, чтобы чувствовалась у тебя настоящая зима. Хорошо? Да. Давай продолжим. Не забывай втирать палочку сухую салфеточку, чтобы не было лишних капель. Я приступаю к солнышку. Хорошо. Ты решила добавить солнышка, да, на своей работе? Да. Дорого. Это получается у тебя такой морозный, свежий, легкий зимний день, да? Когда можно кататься на санках, и, соответственно, играть в снежки? Да. Я сделаю свою луну побольше, чтобы над моим морозным зимним вечером оно было ярким и красивым. Чем дольше я держу палочку в воде, тем больше становится круг, соответственно. Угу. Ну, добавлю еще немножечко звезд. Какое замечательное у тебя солнышко получается, Карин. Здорово. Угу. Так. Как твои сугробы? Нарисовала? Да. Здорово. Ну что, будем переносить? Ты готова к волшебству? Хорошо, отлично. Ты будешь переносить на салфетку, на тканую, соответственно, а я буду переносить на футболку. Давай начнем с тебя? Давайте. Где твоя салфетка? Ты ее потеряла? Угу. Вот твоя салфеточка, давай мы с тобой возьмем ее. Не забывай, для того, чтобы ткань отпечаталась, рисунок отпечатался на ткани, тебе нужно держать сначала за краешки. Помнишь об этом? Да. Да. И постепенно ты начинаешь опускать сначала в середину. Ну, посмотри, как ты можешь положить салфетку, чтобы рисунок максимально у тебя перешел на твою салфеточку. Медленно-медленно сначала опускаешь в середину. Медленно-медленно. Ну, начинает проявляться рисунок. Икрашки постепенно у тебя заполняются краской. Медленно-медленно ты это делаешь. Не забывай, что техника Эбру, она мягкая и воздушная, что у нас на воде краски танцуют, что мы с тобой находимся в таком релаксе, да, постепенном, умиротворении. Когда можно расслабиться и получить удовольствие. Палочку возьми, Карина, не надо ладошками. Ты постепенно начинаешь цеплять салфеточку другой ладошкой. Ой, ты себе помогаешь. Осторожно, только не спачкайся. Об краешек ты вытираешь лишнюю воду, переворачивая, кладешь на бумагу. Кладешь на бумагу для того, чтобы краска, стекла впиталась в бумагу. Чтобы цвета у тебя остались яркими. И твой рисунок быстрее высох. Ну что, давай я тоже перенесу на футболку. Ты посмотришь заодно, как это делается. Хорошо? Да. Сейчас немножечко отодвину свой рисунок. Для того, чтобы рисунок находился у нас только на передней части футболочки, соответственно, я положу вниз плотную бумагу или картон. Это нужно для того, чтобы наш рисунок не отпечатался на спину. Опечатался в том месте, там, где это нужно. Я подкладываю по размеру нашего рисунка вниз. Лишние края убираю. Рукава нам нужно тоже спрятать и лишний край подвергнуть. Тоже спрячем. Так. Для того, чтобы они у нас не уехали краешки туда, куда им нужно, мы их зажмем вот такой вот штучкой. Хорошо? Да. Так. Конечно, так неудобно все. Чтобы ты мне помогла, хотелось бы. Так. Так. Ну давай другой краешек, я тебе... Ты мне поможешь. Давай. Красочки немножечко отодвинем сейчас. Так. Чтобы не испачкать и не испортить нашу футболочку. Смотри, что мы делаем. Мы должны с тобой загнуть один краешек. Держи зажимчик. Поправляй его как нужно. Нужно развернуть руки в сторону. Держи. Еще один. Угу. Посередине давай. Делайте. Медленно-медленно мы с тобой начинаем волшебство наше. Но так как у меня футболка получилась вертикальная, а рисунок горизонтальный, я отпечатаю только часть рисунка. Но смотри, как это будет. То есть лишний краешек мы убираем. Так. Середине, медленно и аккуратно. Медленно-медленно. Медленно-медленно. Так, сделано зря. Угу. Ужасцы зажимчики. Все разваливается. Это ужасно. Так. Так. Медленно-медленно. Угу. Ой. Конечно, я что-то попортила. Наверное. Ну, давай посмотрим, что у нас получилось. Такой вот рисунок. Водичка стекает у нас. Нужно будет перевернуть. И до полного высыхания мы оставляем на столе. Ну, мы же с тобой уже сделали рисунок такой? Да. Давай покажем зрителям, как мы это с тобой сделали. Держи свою салфеточку и покажи, какая красота у тебя получилась. Я покажу футболку, которую мы сделали заранее. То есть вот такая вот у нас получилась футболочка с зимним вечером, со снегом, яркими звездами и луной. А у Карины замечательная салфеточка в зимней тематике с рябиной, ягодами рябины, солнышком. Да? Что ты хотела дополнить, Карин? Замечательный рисунок. С помощью техники Эбру можно сделать футболочку, нанести на нее рисунок. Соответственно, дополнить ее не просто рисунком, а уже нарисовать поверх высохшего рисунка контуром по ткани, соответственно, какое-то дополнение для нашего рисунка. Раствор у нас тоже непосредственно для нашего, используется для нашей техники Эбру специальный. Это загустители на основе бычьей желчи. В краске для того, чтобы они не тонули в нашей воде, добавляется экстракт кивея, что придает нашим краскам легкость и воздушность, и они не тонут в воде. Эту футболочку можно использовать в быту. После того, как рисунок высыхает, мы его проглаживаем горячим утюгом, и после этого мы можем стирать ее машинки, но не в горячей воде, а слегка теплой. Раствор должен быть пенным, то есть это не мыло должно быть, иначе рисунок весь смоется. То, что находится на столе, соответственно, это мокрый вариант. Когда он высохнет, можно будет уже прогладить, обработать края, добавить кружево, добавить элементы, и можно пользоваться в быту. Вообще история произошла, все название произошло, соответственно, с Турцией и Стамбула, где мастера сначала переводили рисунок на бумагу. Бумага у них непосредственно была легкой впитываемости, должна быть. И впоследствии мастера научились переводить узоры на ткань. Впоследствии турецкие купцы распространяли с помощью продажи в Европе свои ткани. Постепенно эта техника дошла до нас. Вот. Ну и по сей день используется... Арина, мы с тобой сделаем еще один рисунок в этой технике непосредственно. У нас с тобой зимняя тематика продолжается. Используем мы также холодные оттенки непосредственно. Можем с тобой продолжить. Что ты хочешь сделать сейчас? Я хочу сделать узор. Так, давай зимний узор сделаешь, хорошо? Итак, мы с тобой продолжаем. Берем кисточку для нашего узора. Берем холодные оттенки. Может быть, у тебя будет голубой. Угу. Синий, да? Будешь испрасывать хорошо. Угу. И возьмем голубой ярче. Так. Легким поступьем о руку мы с тобой начинаем добавлять краску в нашу же... в нашу поверхность. Угу. Можем с тобой... У нас же не только голубой может быть снежок, да? Но когда пригревает солнышко, он блестит на солнышке. Он тогда начинает переливаться яркими красками. Голубыми, зелеными и красными даже может быть, соответственно. Давай ты добавишь, может быть, красным попробуешь? Взор свой. Попробую. Давай, попробуем. Хорошо. Хорошо. А я яркий желтый тогда. Угу. Медленно, аккуратно, тихо и спокойно мы с тобой тусики. Угу. В нашу зору давай мы с тобой добавим белый цвет, да? Что символизирует снежок для нашей местности. Делось бы. Угу. Угу. Так, не спешит. Хорошо? Да. Еще какой-нибудь добавишь? Может быть, зеленый можно? Посмотришь, попробуй. Мне кажется, синий. Синий, да? Потемнеет, да? Капельки будет. Не спешит только, хорошо? Да. Замечательно, смотри. Можно на белый здесь немножечко добавить еще. Да-да, утирай, утирай. Хорошо. Снова берем нашу волшебную палочку и медленно-медленно с тобой начинаем передвигать нашу палочку по поверхности ваты. Легкими, закручивающимися движениями можно это сделать. Постепенно, постепенно перетекая из одной краски в другую. Скажи, у тебя есть ощущение того, что краска танцует на воде? Да. Правда красиво получается? Легкие движения у нас. Еще такую технику называют легкие облака, потому что оно похоже на то, что облака кружатся поверхностью земли. Такое тоже есть ощущение, правда? Как будто снежок наш попадает на нашу землю и начинает закручиваться. Да. Здорово. Угу. По поверхности двигаем мы с тобой легкими, мягкими движениями. Смотри, ты можешь на этом узоре, допустим, нарисовать снеговика, если ты захочешь. Попробуешь? Не хочешь? Нет? Я так попробую сделать это. Хорошо? Мне нужна будет белая окраска. Лишнюю стряхиваем на нашу салфетку. Докасываемся до поверхности воды. Вначале мы делаем большой-большой круг. Держивая палочку в воде, круг наш становится все больше и больше. постепенно, постепенно, постепенно увеличиваясь. Угу. Так. Давай ты сделаешь узор свой. Угу. Угу. Нижний круг у меня получился больше. Соответственно, мы нижний должны увеличить. Так как у снеговика становится. Угу. Нижний круг самый-самый-самый большой. Так. Отлично. Так. Лишнюю краску мы убираем. Рисуем глазки. Рисуем глазки. Дальше глазки у нас получатся. Так. Так. На моего снеговика у нас будет красный, нижний, морковка. Отлично. Будет у моего снеговика шевелка. Посмотрим, какой у тебя узор получился. Ну, давайте. Давай. Давай листик тебе приготовлю. Для того, чтобы лишнего влага у нас выпиталась в наш листик, так. Давай я тебе там салфеточку держу. Не забывай, что салфетку мы держим сначала по краям и опускается сначала серединка. Медленно-медленно опускается серединка. Еще медленнее. Ты уже докоснулась воды. Второго раза у нас с тобой не будет. Не забывай, что мы делаем все с первого раза. Медленно-медленно. Угу. Так. Давай я тоже перенесу рисунок. Посмотрим, какие же узоры у нас с тобой получились. Медленно-медленно. Угу. Так. Давай мы их положим рядышком. Посмотрим, что же у нас получилось. Лишнюю вот мы обкрашек убираем. Застряем. Угу. Вот так вот. Вот с тобой кладем. Что не получилось, застряем. Так, держись. Все, оставляй. 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 Так. Руки мы вытираем салфеточкой. Карина, спасибо тебе за мастер-класс. С вами была Чистякова Лиля Алексеевна. Мы с Кариной проводили мастер-класс для вас нанесение рисунка на салфетку и футболку в технике Эбру. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok